Амариан Шоу Мы находимся в Лос-Анджелесе, а наши гости могут находиться в любом уголке нашего необъятного земного шара. Ведь, как нам доказал, минувший год, не важно, где мы находимся, важно, какие ценности мы отражаем. Амариан Шоу Амариан Шоу Сегодня у меня в гостях певец Шоумен Аврам Руссо. Амариан Шоу Здравствуйте, Аврам. Здравствуйте, здравствуйте. Аврам, как у вас настроение, где вы находитесь? Я сейчас в данный момент у себя дома нахожусь в Нью-Джерси. Замечательно, настроение хорошее. У меня настроение не меняется. Всегда стабильно. Как я считаю? Стабильно плохо. Да, спасибо. Аврам, наше шоу основано на ценностях. Наша главная миссия заключается в том, чтобы отражать нашему зрителю, что неважно, где мы находимся, самое главное, какие ценности нас объединяют. Поэтому всегда мой первый вопрос, он всегда о ценностях. Скажите, пожалуйста, какие три самые главные ценности в вашей жизни? Вы знаете, вот зависит от ситуации, ценности человека меняется. Значит, любой человек скажет ряд определенных ответов на такой вопрос. Сейчас я не прохожусь далека, скажем. Многие говорят семейные ценности. Многие могут сказать ценности воспитания человека. Это все очень хорошо. Но для меня, значит, вера в Бога, вера в себе через Него и сколько ты доверяешь своей жизни, это очень важно. Это ценность человеческая. Мы должны всегда. Значит, кроме того, что мы получили от родителей, мы должны усовершить эти ценности. И жить – это и есть фундамент человека, на которого стоит этот человек. Поэтому этими понятиями я живу в моей жизни точно. Я думаю, замечательный ответ. Доверие процессу, доверие процессу жизни – это прекрасный месседж нашему зрителю. Спасибо большое. Аврам Руссо, невероятно интересная личность в первую очередь. И сегодня мы постараемся раскрыть вашу личность через наше короткое, но при этом очень емкое интервью. И на самом деле я решила начать с настоящего момента. Что сейчас происходит в вашем творчестве? Расскажите нам, пожалуйста. Каждый день что-то новое. Значит, человек, когда не работает, стоит на одном месте, он ржавеет, как металл. Тем более артист, он должен работать за этот год, скажем, предыдущий год, то, что у нас сложный год был для всех, для всего мира. Потому что мы почувствовали, что этот мир тормознул, как будто остановился. Мир остановился, не крутится, не идет ни туда, ни сюда. И не знаем, на каком свете находимся. За этот период я создал, значит, очень много чего нового вокруг себя. Значит, очень скоро выходит новый альбом, новые клипы, ряд клипов подряд потихонечку. То есть не так одним разом, так три клипа. Уже около 10 песен, то есть 12 даже, я записывал за этот период. Сделал несколько подряд концертов таких онлайн, скажем, на Фейсбуке, Ютубе и так далее. Плюс ко всему, очень скоро, вот буквально через неделю-две, может быть, я не знаю, как скоро это получится, значит, я выпускаю свою радио. Руссо радио. Это интернет-радио, где пять станций в одном. То есть человек зашел туда, он может слушать интернационально все вместе, может слушать поп, рок, восток, или захочет услышать 24 часа Авраама Руссо, мои песни. Вот все это вместе, плюс параллельно, значит, в России, потому что постоянно, как они уже открыли, вот авиасообщение открылось, смогли спокойно уже двигаться. Я уже два раза был в Москве, потому что для русскоязычного населения мира центр – это Москва. Я уже подписал ряд контрактов, там договоров с каналами, с продюсерским центром есть такой, я об этом рано немножко говорить, но сейчас я вернусь в Москву, боже, помню, буквально через неделю-две. И начнется совершенно новое действие. Не могу сказать, что мы 180 градусов меняем, нет, но очень много нового в моей карьере услышит зритель, любитель, поклонник Авраама Руссо. Очень интересно, я очень заинтригована. Мне уже, мне очень понравилась идея, естественно, с радиостанцией, это вы уже переходите в такое продюсирование, это уже такая зрелость в творчестве. И у меня, честно говоря, вытекает следующий вопрос сам по себе. Как вы можете определить раннее творчество Авраама Руссо и данное зрелое творчество? В чем, на ваш взгляд, самая главная разница? Смотрите, значит, человек, который не меняет, не обновляет, то есть прогресс нету в его пути карьеры, он не может расти. Если я скажу, да, я достиг вершину горы, это значит, я уже потерял, я уже все, полностью ничего не смог совершить, действительно. Я еще продолжаю на сегодняшний день учусь, продвигаюсь вперед. Если посмотреть вчерашнюю Аврааму, что сегодняшнюю, есть разница, есть разница, да. Я сам хотел, я не хотел оставаться тем Авраамом, который, например, 15 лет назад был, или 20 лет назад был, или 30 лет назад был, когда я пел только, скажем, не свои песни. С момента, как я начал уже творить в шоу-бизнесе, свои песни, писать свои песни, петь даже вот свои песни, скажем, где я являюсь автором, где не я автор, например, очень много мы можем приобрести хорошие песни и работать с разными продюсерами. Я постоянно пытался меняться и меняться. Сейчас, в последний год-полтора, я работаю совершенно с другими ребятами. Значит, и пение пытаюсь местами поменять. Конечно, ты сущности человека не можешь менять. Сущность, все привыкшие, которые хотят услышать Авраама таким, это мы должны сохранить, я должен сохранить это. А сверху украшать, то есть голый талант человеческий недостаточно. Ты должен украшать. И украшать, и постоянно менять. Если я скажу, допустим, да, мои волосы были такими 20 лет назад, мне так приняли, я должен с этими волосами жить до конца моей жизни, до конца моей карьеры. Я не согласен этим. Хочешь, сохрани, это твой выбор здесь. Но надо меняться. Мир меняется очень быстро. Все меняется. Если я застрянусь в 70-е, это получится очень, к сожалению, конечно, я это говорю, очень многие это поделают. Переезжая с одной стороны в другую страну, они застрывают в 80-е, в 90-е, как они приехали оттуда, не приобретая себя новую, сохранив старую, ты уже out of date, как называется, ты уже старомодным. Эти вещи касаются и меня, и вас, и всех, скажем, и в жизни, и в карьеры, во всем. Поэтому если посмотреть позавчерашний и позавчерашний, сегодняшний и завтрашний, обязательно я хочу меняться, стараться в лучшую сторону. А если в худшую сторону, лучше остановись. Возьми паузу. Огромное количество артистов, включая Britney Spears, я просто не скажу. Смотрите, она была величайшей, вот популярной, скажем. Не важно, вам нравится или не нравится. Была. Но вот этот переход она неправильно сделала, потеряла все и ушла в сторону. А другие могли, может быть. Поэтому я не могу это просто на словах объяснить. Действиями своими могу доказать, что делаем что-то новое. Да, здорово. И я на самом деле, готовясь к интервью, я естественно, да, сейчас у нас Инстаграм, это, грубо говоря, новая CV, портфолио человека, то, что он делает здесь сейчас. И на самом деле было очень приятно наблюдать, что вы адаптируетесь, в хорошем смысле этого слова, к новым форматам. И вот тот концерт, который вы упомянули, и у меня сразу возник вопрос. Вы, как человек, который уже долго в этом бизнесе, долго в шоу-бизнесе, у вас было не один десяток концертов. Скажите, пожалуйста, какие у вас были ощущения, как у артиста, от концерта живого и концерта онлайн, когда вы не сделали ни один онлайн-концерт? Поделитесь впечатлениями. То есть, если я понимаю, что разница между больших концертов и маленьких вы имеете в виду? Оффлайн и онлайн. Вот вы делали большие оффлайн-концерты, да, с аудиторией живой, и вы сделали также большой онлайн-концерт. Какая разница в ваших ощущениях, впечатлениях? Абсолютно, смотрите, я научился одно в этой жизни. Когда я выступал, значит, давно-давно, когда только начал в клубах, были очень много контрактов, там большая школа, в гостиницах. К счастью, что я работал в серьезных гостиницах, пятизвездочных, это очень-очень, я любил и до сих пор я люблю. В крови у меня осталось, понимаете? Значит, был закон, ты выступаешь, один человек сидит, сто или десять тысяч, внутри себя одинаковые ощущения. Потому что каждый зритель, он достоин получить максимальное удовольствие от артиста. Раз он пришел на твой концерт, я был на сцене, где больше двадцати тысяч сольники, где десять тысяч, где пять, где две. Это очень большие цифры. Две тысячи тоже? Полторы тысячи, и восемьсот, и сто. И так же бывают мероприятия частные, частные такие. Значит, у нас называются заказники корпоратива. Можете быть десять человек. Человек очень любит тебя, хотел услышать тебя у себя, в своем ресторане, я не знаю, где угодно, в своей вилле большой. Бывало так тоже, что ты работаешь одинаково. Потому что каждый зритель как миллион. Это очень важно. Да, и это, кстати, определяет профессионализм артиста. Я в Москве проработала со всеми артистами абсолютно разных категорий, от Киркорова и до молодых начинающих артистов. И у меня есть только одно мерило профессионализма. Когда артист перед двумя людьми выступает так же, как и перед десятью тысячами. Поэтому подписываюсь под каждым вашим словом. И еще, продолжая тему про то, что вы адаптируетесь, и вот ваше развитие можно увидеть здесь сейчас, относительно вашего шоу «Разговор по душам». Расскажите, пожалуйста, как пришло к вам вот эта вот новая волна вашей жизни, и как вы пробуете себя в качестве ведущего? Я, значит, наверное, в начале вот пандемии, в карантине, мне было очень жалко смотреть. То есть с любовью я всегда смотрел на этот мир, на человечество с любовью посмотрел. И когда увидел это страдание в начале, неожиданно было для многих. Не всегда все люди, они готовы ко всему принимать. Многие не воспринимают. И были огромное количество проблем, страдания. Я увидел это прямо в начале пандемии, то есть в начале пути новой жизни, этой больной жизни. Я сделал видеообращение, записывал. И выставил на Facebook, даже YouTube. Вы знаете, я новый в этой сфере. Да, у меня Instagram всегда был, скажем, или YouTube, но я не пытался раскручивать, как вы говорите. И я выложил. Значит, я посмотрел случайно через неделю здесь, увидел там больше миллиона просмотров. Вау! Это, значит, цель была достигнута. То есть посыл, этот месседж уже достиг. И я пытался еще сделать. Потом, конечно, они росли до 2 миллиона дошли. Это большая цифра, значит, очень многие видели. И начал приглашать каких-то гостей на бытовом уровне. Кстати, в этом месте здесь. Потом у меня студию построил, у меня на первом этаже. Здесь гостей разных людей, священники, я начал, наверное, так, и друзей разных. То есть из шоу-бизнеса, не из шоу-бизнеса, из других мест. И когда увидел, что людям это интересно, я начал потихонечку. То есть на это время было много. Все, закрыто, мы сидим. И, к сожалению, пошла война в Армении. Это было мне очень больно. И неожиданно, действительно. Как неожиданно? Всегда я почувствовал, что рано или поздно взорвется там что-нибудь случится. Потому что тем более, когда до войны я услышал сирийское телевидение, арабское. Они большой репортаж сделали, что собирают турки, этих наемников в Сирии. Именно в радикальные места. Я знаю, это буквально нечасто даже от меня, где я родился. Я родился в городе Алеппо, в Сирии. Я знал, какие люди там живут и кто собрались там эти люди. Я сказал, значит, это не просто так. Они собирают отправлять их в Азербайджан. Значит, что-то случится. Но я посмотрел месяц, целый месяц до начала войны. Реакция ноль. Это Армения. Ну, неужели, если я знаю это? Они не знают? Или Россия не знает? Удивился. Конечно, знают все. И, к сожалению, было очень больно мне. Неожиданно. Я не ожидал, что действительно мне может так. То есть я не националист, но я люблю народу своего, свою нацию. Я люблю. И я воспитывался, воспитывался, то есть в духовной атмосфере. То есть начал приглашать гостей и начал пытаться показать истину побольше. Конечно, нажил себе врагов, наверное, миллион. Потерял очень много друзей, с кем я... Ну, как друзей? С кем работал, может быть. Многими. Мы били хлеб даже, понимаете, да? Я очень хорошо знал очень много из власти в Турции, скажем. Я с ними не общаюсь. Министр там знал, например. Несмотря на то, что президент лично тоже. Но мне было все равно. Я за все народ. И когда говоришь истину, ты наживаешь врагов. Потому что не всегда истина приятна людям. К сожалению, я увидел, что как будто даже... Да, понятно, всем больно это было. Всем армянам. То есть даже не только армянам. И французам, и многим нормальным людям это было больно увидеть все это. Как фабрикация, как будто они... Значит, и закончилась эта война. Не как хотелось бы. Еще с обманом. Нас обманули. И уже у меня эта программа была. Я продолжал до того момента, как я уже вернулся в Москву. Заново после пандемии. Ну, периодически что-то делаю. Но, к сожалению, у меня возможностей в Москве нет, чтобы построить сейчас в данный момент. И не нужно это делать. Студию. И заниматься этим, потому что не можешь одновременно развивать свою карьеру, то есть как певца, и как программа, и радио. Честно, накопило очень много на свою голову. Я один. Надо исправиться этим. Спасибо большое, Авраам. Буквально через несколько мгновений мы вернемся. Мы уходим на небольшую рекламную паузу. КОНЕЦ 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 Похожествую 게 был, Denuan Вологонompi. Н fascина. ПАНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ ПАНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ notre О Prayer О КОНЕЦ КОНЕЦ СЕР, БЫНУЦЮН, ХАЙРЕНИКИЦ ОРМАЗ Բինելով Հայրենիքից դուրս, LA Solar Group ընկերությունը մշտապես գործում է Հայրենիքի կողգին։ Մենք հանդիս անում ենք միակ հայկական արևային վահանակ արտադրող ընկերությունը, որ նարտադրամասունի նաև Հայաստանում, աջակցելով Հայրենիքի տնտեսական զարգացմանը։ ընտրելով LA Solar Group ընկերության արևային բահանակները, դուք ոչ միայն կստանական վճար արևային էներգյա, այլև կունենակ ձեր ներդերում է հայրենիքի զարգացման կարևոր գործում։ LA Solar Group միասին կերտենք մեր երազանքների հայրենիքը։ ևանանանալք այլքը։ В эфире «Амариан шоу» и со мной певец, шоумен и ведущий Аврам Руссо. Я решила к вашим регалиям прибавить, собственно, видение такого шоу. На самом деле, это был мой следующий вопрос. Я, естественно, не раз во время войны натыкалась на ваше шоу, я его смотрела, я была вашим зрителем. И я от своего имени и, в принципе, от имени всего нашего окружения хотела вас за него поблагодарить, потому что, Авраам, вы вдохновляли. Не знаю, я думаю, вам уже не раз это говорили, но вот от имени нашего комьюнити я бы вам это тоже хотела передать. Вы вдохновляли, и ваша поддержка. Я понимаю, сколько врагов можно было нажить в течение такой поддержки, но это было не зря, потому что вы приобрели очень много, скажем так, сердец, которые вам очень благодарны. И я хотела бы, чтобы вы об этом знали. И, знаете, у меня был относительно этого момента тоже вопрос. Вы к нему подошли самостоятельно. Вы, так же, как и я, общаетесь и с англоязычной диаспорой, и с русскоязычной. Вы владеете вообще громадным количеством языков. Я, честно говоря, вообще снимаю шляпу, преклоняюсь, 13 языков. И вы, как никто другой, прекрасно знаете, какая была поддержка. Потому что, когда ты владеешь языком, ты, на самом деле, владеешь больше, чем языком. Ты владеешь различными комьюнити. И вы знали, какая была взаимопомощь и поддержка диаспор. Скажите, вы можете с нами поделиться, какие у вас ощущения остались после того, что вы увидели, как диаспоры поддерживают страну в данном вопросе? Как по-другому. Я помню, в 80-е годы, когда землетрясение было, я тогда еще был в Сирии, и мы всеми ребятами, маленькие, большие, молодые старики собрались и начали собирать. И, слава богу, очень много даже местных арабов поддержали нас. То есть, мы собрали вот контейнеры, отправляли все это в Армению. Значит, это было не первый раз, что диаспора показала свою любовь и поддержку. Мы выросли все. Для нас Армения слово Айастан была, есть и будет, как родина наша. Не важно, где бы мы ни родились, но мы все выходцы, выходцы оттуда. То есть, связывает корни наши прямо. Поэтому ни один Армянин, живущий на чужбине, даже родился, не родился, где, не важно, он не сможет потерять свою любовь. Смотрите, я вам маленький пример дам и потом продолжу. Значит, моя дочь, ей сегодня 14 лет, Эммануэла ее зовут. Она немножечко знает, когда моя мама жила здесь, выучила немножечко армянский, то есть, понимает. Ни разу не была в Армении. Она родилась в Америке, выросла здесь. Значит, теперь, как объяснить это? Она заказывает даже фрукты, сухофрукты, вот эти подарки из Армении, сюда, в Америку. Она, значит, зарегистрировалась онлайн-школой с Армении, чтобы выучить армянский язык. Уже она потихонечку пишет, алфавит учится. Вот Господь свидетель на мои слова, что я никогда не толкнул ее к этому, и никогда я... То есть, выбор перед ней. Она изучала всю армянскую историю. 14 лет. Я не знал. Я учился в армянской школе. Вы знаете, когда ты слишком внутри все привариваешься, уже это как обычное становится для нее. Она знает больше об Армении, чем я. И всех нас взято здесь, наверное. И что могу сказать? Вот я что-то сделал ей? Нет. Ее любовь к своей нации есть, проснулась внутри эта любовь. В генах. Так. Я горжусь ей, например, когда кому-то рассказываю это, люди... Я вот друзьям рассказал, ко мне были вот... Несколько месяцев назад приехали из Лос-Анджелеса. Муж с женой плакали, то есть слезами они встретили. У меня сейчас мурашки. Да. И, собственно, вот теперь она по-всякому будет всю жизнь поддержать. Если каждый из нас так относится или относился, или будет относиться к своей родине, всегда наш народ будет. Не потеряем мы ничего. Но, к сожалению, мы с каждым днем что-то теряем. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы теряем. Но опять все-таки лучше, чем другие народы. Многие исчезли полностью. Нету-нету. Где родина сегодня? Ассирица. Это величайшая держава на свете. Ассирия. Вавилон. Где они, бедные? Остались немножко. И таких очень много, которые потерялись. Армяне, хотя бы мы держимся, остались. И диаспора должна играть свою роль ключевую во всем. Смотрите, как поднялись. Весь мир на ноги поднялись. Но, к сожалению, к сожалению, недостаточно было, потому что пока и справедливости нет на земле. И справедливость только у самого Господа. Мы должны его передавать дела наши в руках. Не надеяться на себя только, понимаете, надеяться на Господа. Очень много. Это сейчас люди могут объяснить мои слова. А что делать? Сидеть, курить, бамбук? Не так, не так, не так. Не забываем, что армяне очень много потеряли по вере тоже. Да, верующий народ. Этот народ не предатель. Он никогда не предал Бога своего. Другие народы, соседи наши рядом даже, христиане говорят, семь раз веществ, раз они туда-сюда перешли. Уже у них пошли нехристианские куча-куча. Армяне остались, какими были. Но все равно мы должны вернуть заново свою силу, свою мощь. По вере. После этого мы пересмотреться должны. Мы должны меняться. Мы не советские люди, должны сказать. Мы не советские, мы не коммунисты. были коммунисты, но не хотим быть сегодня армяне, не коммунисты, понимаете? Я не вырос в этой атмосфере. Я не знаю. Когда я приехал, я увидел, что до сих пор много об этом говорить не хочу. Просто четко не считайте себя. Вы не коммунисты. Вы знающие Бога. Четко. Точка. К сожалению, Россия до сих пор существует, этот коммунизм. А я не хочу быть похожим. И все. Слушайте, да, замечательный на самом деле, замечательный ответ на вопрос. Я тоже абсолютно согласна, что мы никогда за всю нашу многовековую историю не предали Бога. Следовательно, справедливость, она не за горами. Я, честно, я в это верю. Как человек, который в принципе верит, я правда верю в то, что рано или поздно, так или иначе, оно придет и она восторжествует. Авраам, у вас буквально недавно было как раз таки в разговоре по душам интервью с одним именитым кинопродюсером. Можете ли вы сейчас поделиться с нами, о чем было интервью, что вы обсуждали и какие новинки нам ждать? Вы имеете в виду Ралф Уинтер, да? Да, именно его, да. Ралф Уинтер, действительно, это друг, даже мы, когда общаемся, brother, говорим, брат во Христе, он действительно в Голливуде, у него на 2 миллиарда фильмов голливудских блокбастерс, включая, например, X-Men, Люди X, Планета обезьян и таких очень много фильмов, даже больше половины я не смотрел такие. Значит, 10, 11 лет назад мы с ним познакомились, я его приглашал в Москву на мой день рождения, он прилетел тогда, я очень хотел с ним сделать какой-то фильм про Тамерлана, не поддаюсь подробностей, почему именно с Тамерлана, там была ситуация, но он мне предлагал тогда, сказал, у меня есть идея снимать фильм Константина Великого, это очень огромное, большое имя для христиан, в 4 веке, вы знаете, он крестил всю империю византийскую, даже в 10 веке, когда, значит, русские приняли, рус, вот крестил князь Владимир, благодаря вот того момента, как, значит, он же принял христианство от Византии, армяне, до 6 век они были, значит, по вере, как Византия, после этого немножко есть история, это другая, но около 13 царей в Византии были армяне тоже, например, в 8 веке, вот, Левон де Армениан, как говорят, Левон, очень много царей, то есть это для нас и для армян, и для русских, для всего христианского мира, это великое имя, Константин, the great, великий, Константин I, святой Константин, об этом говорил, я сразу задумался, значит, мы оставили эту тему, потому что каждый пошел по своей пути, но я с ним поддерживал связи. Окончательным, я скажу, вот последнее время как-то у нас общий друг, Дэвид Джонк, тоже в Лос-Анджелесе, он мне звонил, говорит, почему-то, я вижу, у тебя есть программа, ты очень много сгостил тебя, многие приходят, пригласи, вот Ралфа тоже, все, я беру телефон, звоню Ралфу, интервью, он согласился сразу, очень простой, добрый человек, то есть, заново взобновили эту тему, после программы, я связался с российским, в России очень известный, то есть, Федор Бондарчук, он и актер, и продюсер, и директор, то есть, он действительно талантливейший человек, ему интересно стало, и сегодня, кстати, сегодня состоялся у нас, состоялся разговор трехсторонный, я познакомил Ралфа с Федором, и обсуждали немножко, вот как можно это делать, и в дальнейшем у нас есть планы сейчас уже рассматривать, как это, потому что там бюджет не маленький, очень большой, вы знаете, на английском так называются такие фильмы исторические, Sword and Sandal, то есть, меч и сандалы. Спасибо вам за это мотивационное интервью, потому что, честно говоря, ваш портретный очерк обернулся просто в мотивационный портретный очерк, спасибо вам большое, это было невероятное удовольствие задавать вам эти вопросы, и столько нового узнать от вас. Храни вас, Господь, удачи и процветания в жизни, и добра, и нашей Родине тоже, чтобы процветала, и все армяне мира жили в мире, то есть, в миру и миром. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам большое. Со мной в эфире был Аврам Руссо, певец, шоумен, ведущий и прекрасная личность, которая оставила в наших сердцах веру и любовь. Спасибо, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин